Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о том, как создать вот такие классные изображения с QR-кодами. QR-код используется для кодирования в нём тексты, символов, цифр. QR-код может нести разное количество символов, и соответственно от этого будет зависеть его размер и плотность пикселей. Вот эти вот изображения, например, содержат ссылку на нашу Telegram-группу. Зачем нам вообще может понадобиться артить QR-коды? Ну, например, вы можете отправить какое-нибудь интересное сообщение своей подруге или своему другу. Для того, чтобы сгенерировать QR-код, существуют разные интернет-ресурсы. Например, QRgenerator.org. Ссылки на все интернет-ресурсы, которые я буду использовать в этом видео, я приложу в ВК и в Телеграме. Сейчас я забил ссылку на Телеграм-группу, и сгенерированный QR-код выглядит вот так вот. Но если я возьму и увеличу текст, например, скопирую вот этот текст и добавлю его вот сюда, то QR-код будет уже значительно плотнее. Пикселей здесь будет уже намного больше. И вот, например, с таким QR-кодом нам работать будет намного сложнее. После генерации будет маловероятно, что он будет работать. Но, тем не менее, попробовать тоже можно. Я остановлюсь на небольшом QR-коде. Вот таком вот. Нажму «Сохранить». Выберу PNG и сохраню его на рабочий стол. Давайте теперь перейдем в автоматик. Выберем любую модель, которая вам нравится. Я выбрал Reef Animated. С клик-скипом мы можем экспериментировать в процессе работы. Я для начала выставлю два. В качестве промпта я задам портрет женщины с собакой, широкоугольный, высокая детализация, стиль Сэма Спарта. Добавлю два негатив промпта – Very Bad Image Negative и Easy Negative. С Negative промптом и с самим промптом вы можете экспериментировать, естественно, и добавлять сюда разные промпты в зависимости от того, что вы хотите видеть на QR-коде и как его хотите стилизовать. Сэмплинг метод я советую поставить Уилер A. Сэмплинг степс 30-50. Я остановился на 32. Разрешение изображения я советую ставить 768 на 768. Для того, чтобы картинка, которую вы сюда вписываете, была крупная. Если вы выставите 1024 на 1024, детализация, конечно же, изображения будет более хорошая. Но изображение, которое вы хотите сюда вписать, получается очень маленькое. Поэтому разрешение изображения все-таки оставляем 768 на 768. И потом мы можем апскейлить это изображение, допустим, TableSR или Tapas Gigapixel AI. В SD-апскейлер или Ultimate SD-апскейлер апскейлить, скорее всего, такое изображение не получится, так как QR-код, скорее всего, станет нерабочим после этого. Дальше нам понадобится Control Net. Если вы не знаете, как установить Control Net, как его настроить, посмотрите вот это видео у меня на канале. Нам понадобится всего лишь один Control Net, одна вкладка. QR-код, который мы получили в QR Generator, мы берем и перетаскиваем в Control Net. Нажимаем Enable. Выбираем All. Выбираем модель Style. И выбираем при процессор InPaint Global Harmonious. Starting Control Steps и Ending Control Steps оставляем по умолчанию. Control Mode оставляем Balanced. Resize Mode выбираем Resize and Fill. А вот с параметром Control Weight нам придется экспериментировать. Из практики, в зависимости от вашего промпта, от вашего QR-кода, менять его можно от 0.4 до 0.7. И здесь необходимо найти грань между тем, как QR-код вообще не читается, и читается, допустим, через раз, через два. И в этом положении у вас будет максимальное слияние вашего промпта с вашим QR-кодом. Давайте попробуем погенерировать. Получилось вот такое вот изображение. Как узнать, что оно вообще-то читается? Для этого мы наше изображение перенесем на рабочий стол. Выберем любой ресурс, который читает QR-коды. Допустим, Product Aspos.app. Выберем здесь Загрузить изображение. Или просто его перенесем. Давайте теперь сгенерируем вот такое вот изображение. Оставляем ту же самую модель. Clip Skip 1. Но опять же, вы с ним можете экспериментировать. Добавляем вот такой вот промпт. И такой вот Negative Prompt. Здесь в промпте присутствует одна лора. Называется она Guacha Splash 4. Эти промпты я тоже приложу в группах ВК и Телеграм. Сэмплинг метод оставляем такой же. Wheeler A. Сэмплинг степс 30. Разрешение этого изображения будет 1024. Потому что картинка здесь повторяет контуры нашего кода. Здесь нет изображения людей, как на предыдущем изображении. Сид произвольный. В Control Netе тот же самый наш QR-код. И для того, чтобы убедиться, что у вас ничего не слетело и действительно припроцессор работает, выберите Allow Preview и нажмите вот эту красную кнопку. Если у вас все сгенерировалось и не зависло, то значит у вас припроцессор нормально работает и можно двигаться дальше. Параметры Control Netе в общем-то такие же, как и у предыдущего изображения, в отличии от Control Weight. Давайте для начала поставим 0.45 и попробуем сгенерировать. При весе 0.45 изображение получается красивым, но читаться оно не будет. Здесь QR-кода вообще и в помине нет. Давайте немножко повысим наш вес. Например, до 0.55. Попробуем сгенерировать. И теперь вот наш QR-код сливается с изображением и он читается. Если мы хотим больше интеграции, можем поиграть вот с этим весом уже аккуратно. От 0.5 до 0.55. А я вам покажу еще один пример, как сгенерировать вот такое-то изображение и восстановить лицо при генерации. Здесь будет та же самая модель. Click Skip 1. Prompt вот такой вот. Вот перевод. Можете поставить на паузу, прочитать. Negative Prompt вот такой. Этот Prompt будет третий. Я тоже его приложу в группу Telegram и VK, чтобы вы могли нормально поэкспериментировать и сравнить свои результаты с моими. Sampling Method тот же самый. Sampling Steps те же самые. Seed я сейчас оставлю вот таким же. Настройки Control Net абсолютно такие же. Вес Control Net я здесь подобрал 0.55. У меня сгенерировалось вот такое-то изображение вот с таким вот сидом. Я этот сид зафиксировал и хочу перегенерировать это изображение с восстановлением лица. И для этих целей мы будем пользоваться расширением Auto Detailer. Вот здесь вот у меня на канале есть видео, как его установить, как им пользоваться, что это вообще такое. Сейчас я углубляться в это не буду. Просто покажу, что нужно сделать для того, чтобы получить хороший результат. Нажмем зелененькую кнопку напротив сида, чтобы его зафиксировать. И откроем Adetailer. Выберем Enable Adetailer. Оставим первую модель, которая по умолчанию. И в промке забьем Woman. Auto Detailer сам определит, где здесь лицо человека на экране. И сделает InPaint с промптом Woman. Остальные параметры залезать не будем. Разрешение менять не будем. В общем-то все как есть на этих вкладках, так и оставляем, даже раскрывать их не будем. А вот в качестве Control Net выберем InPaint. Остальные параметры для InPaint оставим по умолчанию. И нажмем Generate. Теперь наше изображение будет дважды просчитано. И второй раз оно будет просчитано уже с InPaint. И получится восстановленное лицо. Вот такая картинка у нас получилась. Также вы можете проверить, читается или не читается QR-код. С помощью приложения для смартфона Google Объектив. Устанавливаете его на свой смартфон. Включаете камеру. Подносите его к изображению. И смотрите, читается ли оно или нет. Если оно читается, у вас на экране появится закодированный текст. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на наш канал. Заходите в группу Telegram и VK. На этом всем хорошей генерации. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok